Владимир Кэш, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, у нас много событий в российском футболе. Ну и надо начать с хорошего. Посмотрите, как много русских молодых футболистов в Спартаке играют и какой результат они показывают. У Спартака 32 очка после первого круга. Это лучший результат с чемпионского сезона. И больше 37 голов за круг команда забивала только в 93-м и 94-м. То есть, что это такое, на ваш взгляд? Что здесь происходит? Что мы можем отметить? Сергей, я бы не придавал большого значения тому, что Спартак забил достаточно много. Это хорошо, конечно, для Спартака никуда не попрешь. Это вообще здорово. Вообще, Спартак любит много забивать. Особенно, если попадаются команды, которые по 5-6 голов пропускают. И которые есть такие команды. У нас сейчас появилось несколько команд таких, на которых можно злобу сорвать, что называется, и заработать много. Но я не думаю, что это показатель, очень качественный показатель игры команды. Так. Потому что, например, ну, конечно, у Химок можно выиграть 5-0. Правда, Химки проиграли там 6-1, по-моему, еще, да, в следующий матч. И будут такое впечатление продолжать, если у них не появится что-то новое. Не будем говорить, что там тренер или футболисты. Так сказать, Химки это вообще самая наша интересная команда по известным выкрутасам в футболе. Так. Не будем сейчас, а я, кой скоро мы говорим о Спартаке, да. Но дело в том, что Спартак выиграл 5-0, а следующую игру выиграл у такой же команды, которая тоже может удивить крупными поражениями. Но выиграл 1-0. И, знаете, впервые я, как болельщик московского торпеда, был удивлен. Я не скажу, что они изменились в корне, понимаете, и произвели какой-то фурор. Но дело в том, что они во втором тайме совершенно не хуже играли Спартака. Совершенно не хуже. В первом тайме было заметно преимущество Спартака, да. И они грамотно оборонялись. А вот во втором тайме они играли практически так же, как играл Спартак, что меня настораживает. Команда, которая явно идет на последнем месте, дала бой Спартаку, и Спартак ничего не мог сделать. Вы понимаете, ничего не мог сделать. Такую дырявую команду, как Торпеда, надо было обыгрывать так же 5-0. Но они их не обыграли. Понимаете? Я в данном случае, Торпеда проявила определенное упорство, и тут же сразу добилась результата. Правда, тренер Абаскали объяснил это после матча. Он сказал, простите, но московская Торпеда удивляет многих. Они ЦСКА победили два раза подряд. Можно сказать, и в Кубке, и в Чемпионате. Но они здорово сыграли с Зенитом. Только на 88-й, правда, он сказал, на 82-й минуте пропустили гол. На 88-й, по-моему, пропустили. Минута не имеет значения. Все-таки пропустили. Дело-то не в этом. Дело в том, что там Торпедовцы поставили автобус в ворота. И ни разу не ударили по воротам Зенита. Но и не дали им играть. Задача была не дать им играть. А со Спартаком Торпеда давал играть Спартаку. Пожалуйста, проявляйте скоростные качества. Проявляйте свои бомбардирские способности. Забивайте нам сколько хотите. Но мы тоже постараемся вас удивить. И Спартак явно побаивался Торпеда. А последние 5 минут вообще, по-моему, дрогнул. Что меня удивляет. Я вот, так сказать, просто расположен к Спартаку. Смотрел, как Спартак играет. Думаю, Андрей... Я говорил уже об Андрею. Он единственное, чем мог Торпедовцам помочь, это поднять физические кондиции. Это было заметно, что ребята забегали. Забегали и почувствовали, что благодаря улучшению физических кондиций они могут показать бой Спартаку. И они, собственно, это и демонстрировали. Вот и все. А Спартак, вот когда смотришь на Спартак, сразу понятно, что из себя и представляет команда. Команда, которая будет бороться за второе-третье место. Собственно, о чем я говорю все полгода. Команда хорошая. Хорошая по качеству, качественная и в хороший футбол. Но это второе-третье место. Что, собственно, они демонстрируют. То есть вы все время намекаете, что для того, чтобы побороться за первое, нужно купить больше бразильцев. Это один... У нас в некоторых командах просто откровенный сброд. Сережа. В торпедах иностранцах некоторые откровенный сброд. В локомотиве то же самое. Ну, Сергей, бывает такое. Покупают неудачно. Покупают неудачно. Я говорю, что купить надо с умом. Ведь дело в чем... Я все время... Ну, Сергей, я, собственно, всегда пытаюсь быть корректным и уважительным ко всем командам. Ко всем не имеет значения, московская эта команда или не московская эта команда. Дело в том, что у всех команд первой шестерки есть деньги. У некоторых побольше, у некоторых поменьше. Но, собственно, есть деньги. Деньги очень многое решают, но далеко не все, если у команды есть деньги. Потому что, если у вас есть 300 миллионов, а у меня миллиард, это совсем не значит, что у вас команда лучше, чем у меня. Понимаете? Потому что у нас с вами, собственно, есть деньги на приобретение. А вот кто удачливее приобретет, не обязательно сорить деньгами. Но Зенит уже давно сделал свой выбор. Он обратился к футболистам бразильским, до этого он больше, и к итальянским тренерам. Он превалировал. И предпочитал брать, если не бразильские, то латиноамериканских футболистов. Ну, бог с ним, это их право. Другое дело, как я вам говорил, ведь приобретение иностранных футболистов и одновременное приобретение очень хороших российских футболистов, которые создавали костяк сборной страны, в отличие от Спартака. Если у Спартака там 2-3 футболиста играли за сборную, это нормально, то у Зенита это был костяк сборной. Не будете отрицать, да? Да. Дело в том, что сейчас у Зенита возникла проблема. Нормальный футболист российского чемпионата, которому сейчас будут предлагать интересный, хороший контракт с Зенитом, задумается, идти ли ему в эту команду или нет. Почему? Потому что Зенит подписал долгосрочные пятилетние контракты со всеми практически иностранцами, которым доверяет и явно их 8. И понятно, что они игроки основного состава. Футболистов сборной России, которые остались на лавочке, у них нет возможности играть в основном составе. И их единственная возможность появиться, это то, что Клауди не получил травму. Сразу на его место заиграл футболист, правильно? Мостовой, да. Мостовой, да. Кузяев играет, так сказать, более-менее. А так вообще, ну, просто я не говорю это. Я говорю, это не футболист, это особая, так сказать, роль у человека в футболе. Поэтому не надо это обращать. Для классной команды классные это игроки. Поэтому, так сказать, когда говорят, вот вратарю стабильно. Хотя, да, у них есть иностранные футболисты, вратарь в том числе, который может еще и появиться. Дело не в этом. Дело в том, что вот и разговор о том, что задумались два человека, а не приобрестили им российское гражданство, дать еще больше иностранцам появляться. Поэтому российским футболистам там уже становится некомфортно играть. Понимаете? И либо надо переходить, получать бразильское гражданство и переходить на португальский язык. Да. Понимаете? Здесь до смешного проблема. Потому что нет уже доверия к своему тренеру. Потому что свой тренер, российский тренер, дает явное предпочтение футболистам бразильским. Явно дает. Потому что, знаете, если вы футбольный агент, и вам долго приходилось в Европе, в Африке, в Азии крутиться, вертеться, вы должны заметить, что ни один тренер, свой тренер, ни один никогда не отдает предпочтение, явное предпочтение иностранным футболистам. Он всегда мечтает иметь свою команду, своих доморощенных футболистов. Ради этого он и назначен на должность главного тренера. А вот здесь у главного тренера Зенита такое впечатление, что он явно полюбил этих бразильцев. Ну, там среди бразильцев несколько футболистов, не бразильцев, да? Вот. То он все равно отдает им предпочтение. Они ему нравятся. По всему они ему нравятся. Он им доверяет. Он не тренер сборной страны. Тут вот наши прошляпили, мне кажется. Надо было его назначать тренером главной сборной страны. Тогда бы шанс был у Зенита иметь футболистов больше. Правильно? Но здесь вот прошляпили. С моей точки зрения, прошляпили наши гении Российского футбольного союза. Поэтому получился перегиб. У Спартака такого не происходит. И то по разным причинам. Просто травмированные футболисты. И у футболистов Спартака появилась возможность своих молодых. Более того, у Спартака всегда была своя футбольная школа хорошая. Действительно очень много футболистов, которые у Спартака. Но тем не менее, Спартак делает предпочтение. Там же вот как крыльосоветские футболисты, да? Очень хорошего качества. И вот, кстати, недавно была хорошая передача. Говорили не про Спартак, не про Зенит. Дали про Пеняева. И вдруг Андрей поднял Аршавин вопрос. Ему задали вопрос. А как вам, Андрей Пеняев? Он говорит, ну классный футболист. Явно, что не сегодня, а завтра он станет одним из лучших в нашей стране. Ну, это правда. Я вам об этом полгода назад говорил еще. Помните, да? Что это звезда. Хотя команда Крыльосовет на тот момент, когда Пеняев сидел на скамеечке и его подпускали к составу. Ему еще только 17 исполнилось. И очень мудро тренер каждый футбольный матч не забывал его на 15-20 минут ставить за основной состав. Но он не только к нему проявлял такое внимание, ко всем остальным россиянам. Он молодец просто. Он воспитывает ребята. И все ребята знают, что тренер не забудет их выпустить на 15-20, а то и 25 минут. У нас там... Я почему об этом акцентирую внимание? Я все-таки прожил 25 лет в футболе и, садясь на скамеечку рядом с главным тренером, замечал, что какой бы он гений не был и какой бы прекрасный тренер бы он не был, часто во время игры он забывает, понимаете, выпустить молодых, талантливых российских футболистов хотя бы на 15 минут. Но в силу каких-то обстоятельств. Видит там что-то, думает, да ну нафиг. Вдруг что-то испортит. Доиграем опытными. Доиграем опытными. Есть такое. Есть у наших тренеров такое дело. Так вот, про Пеняева разговор. Он сказал, а как вы думаете, доиграет ли он сезон в крыльях, не окажется ли он в Зените? На что Андрей, надо отдать должное Андрею, что он режет правду матку. Он говорит то, что думает. Он не виляет. Он говорит, скорее всего, именно так и будет. Если его захотят продать, то есть, если его захотят продать, и он будет выставлен, то, конечно, Зенит постарается обойти Спартак. Естественно, Спартак тоже захочет его. Конечно, Спартак может не захотеть. У Спартака собственная гордость. Поэтому они столько ошибок совершили за последние пять лет, особенно, когда там были специфические люди в руководстве Спартака, что говорить не приходится. Поэтому каждый думает по-разному. Но то, что этот футболист, и какой молодец Андрей Рашавин, как он легко расправился с объяснениями почему. Он сказал, феноменальный футболист. У него центр тяжести смещен. Он может на огромной скорости обыгрывать любого футболиста. Любого. Блестящий удар. Фантастическая техника. А главное, он говорит, не по годам умный парень. Ему еще 17 было, а он рассуждает, как взрослый футболист. Как будто ему 25. Понимаете? У него, говорит, мышление совершенно взрослого человека. Ну вот так вот, так сказать. Но у вас ощущение, попеняя его, что... Боюсь, конечно, боюсь, что он попадет в зенит и сядет на скамейку. Ни в коем случае нельзя. Нельзя. Павлу Андрееву надо по рукам, конечно, обязательно дать. Нельзя, пусть играет в крыльях. Он в крыльях за полгода становится лучшим футболистом. А крылья и так пятерых своих лучших футболистов отдала. Полкоманды продала. Полкоманды. Если этих футболистов вернут, что там в зените делает тот же нападающий Сергеев, которого отдали? Он появляется там не часто. Понимаете? А в крыльях он был заметной фигурой, играл за сборную. То есть сейчас будет ли он играть за сборную, очень сомневаюсь. Понимаете? Ну нельзя такие вещи. Верните и из Спартака заберите лучших футболистов, которые отдали. Создайте в крыльях советов хорошую команду, будет вторая команда после зенита, которая будет учить московские команды, как играть. Понимаете? Мне нравятся комментарии главного тренера команды крыльях советов после матча, когда они выиграли 2-1. У него спросили, то есть он говорит, вы знаете, у нашей команды есть одно хорошее качество. Мы знаем, как играть в футбол. Вообще, эта фраза очень здорово прозвучала и ударила по моим ушам. Мы знаем, как играть в футбол. Они действительно знают. Я весь год за ними наблюдаю. Они же играют в отличный футбол. Лучше, чем спартаковский в тысячу раз. Лучше, чем зенитовский в тысячу раз. Они здорово играют в футбол. Понимаете? Но у них все время забирают все. И они говорят, и во-вторых, у нас еще невезение. Ну, говорят, ну явное невезение. Мы ведь лучше играем по всему. Имеем столько возможностей забить. Но ребята еще не настолько опытные. Они все достаточно юные. Понимаете? Они играют во взрослый, умный, интересный, я бы сказал, спартаковский футбол восьмидесятых годов. Когда были, когда играли выдающиеся спартаковские футболисты, такие как Шалимов, там, не знаю, Мостовой, да, и т.д. Ребята, которые, я почему говорю восьмидесятых годов? Именно восьмидесятых годах, когда им приходилось играть против Динамо Киев, против Днепр, Днепропетровский и тому подобное, против Динамо Тбилиси, там надо было здорово играть, понимаете? Там не купишь никого, там футболисты очень сильные были. Только вот, в Спартак тогда я гордился этими ребятами, великолепный был состав, вот Спартака. Вот, вот, действительно, если стоит о чем говорить, о великолепном составе Московского Спартака восьмидесятых годах. Владимир Николаевич, а почему вы считаете, я просто хочу вернуться, почему вы считаете, что надо было Симакан назначать главным тренером сборной? В чем хитрость? То, чтобы он бережно относился к российским футболистам. Просто, хочешь, не хочешь, ты игрок, ты тренер. Если ты, восемь иностранцев выходит, а у тебя вся команда сидит на скамейке, вся команда твоей сборной, ну, как же ты, ребят, вы извините, а как ты будешь давать результат? Тебе вообще-то, тебе доверили лучшую команду страны, себя спрашивают. Вот, вот, ответ простой. По-моему, мне казалось, это ясно. Только это могло бы Андрея как-то, ой, Сергея как-то взбодрить. Но, Владимир Николаевич, а что теперь делать, ну, как бы, зенитовским, да, Бакаеву, Круговому, Сутурмену, Чистякову, Ерохину, Адаму. Вы же понимаете, я же говорю, это убийство. Ну, одно дело, что зенит давно убивает, он же убил ни одного Бакаева там, да, он убил очень многих футболистов, очень, помните, Соловьев тогда, в Динамо, стал показывать этого молодого парня, взяли, и потом отжали, как губку, и выкинули нахер, блядь, понимаете, ладно бы его, вспомните, из Рубина, лучшего нападающего тогда взяли, да, который так и отсидел, денег много заработал, много заработал, дело в том, что та же судьба грозила бы, грозила и Артему же Дзюби, его отжали, как кусок дерьма, понимаете, и выкинули в футбольный клуб Арсенал, в команде сборной России по футболу получил в самый ответственный момент травму лучшей нападающей, как Орен, да, да, а тут футболист забивает в Арсенале, ну, куда деваться, его главный тренер берет, а он становится лучшим у нас, ну, правильно, главный тренер сказал, это я гений, я увидел в нем, кто-то все, пятый, десятый, а потом сказал и главный тренер Зенита, это наши ребята, понимаете, это так и так, ну, просто что, я понимал, что делать этим, а так мы пухались, конечно, это тенденция, Сережа, это проблема, Сережа, это проблема, но дело в том, ваши подписчики сразу меня сейчас постараются взять за жопу, и сказать, вот, это все, всю историю советского футбола, российского футбола, так и были, богатые команды скупали у бедных команд за хорошие деньги футболистов, на то он профессиональный футбол, кто платит, так сказать, тот и заказывает музыку, так ведь? Но, но, тут вот, но, почему я об этом и говорю, но, чтобы вашим болелым было понятно, об чем речь, именно сейчас, когда, ну, не надо нам ни в чемпионате мира выступать, ни на чемпионате Европы задницу рвать, нас не зовут ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы, правильно? Нам некуда больше спешить, как в песне поется, так вот, кой-кой нам некуда больше спешить, ребята, давайте займемся работой над ошибкой, над ошибками, давайте исправляться, ну, нет необходимости сейчас Зениту, Спартаку, Динам, Циска, рвать задницу, ребят, вас там никто не ждет, у вас здесь понятная ситуация, Зенит бразильцами забирает, вы раздербанили команду Крылья Совета, А Динамо, как она вот, удивительно, очень много перекочевала, по-моему, из Динамо футболистов в Ростов, и в Ростове стала появляться интересная футболистка, ее бы укрепить, ее бы укрепить хорошими футболистами, и она бы тоже бы сделала очень вкусный чемпионат России, понимаете? Потому что достаточно того, что Оренбург купил там группу футболистов из Латинской Америки, они показывают очень хороший футбол, там, выгляди, первое место займут. Да просто анекдот какой-то, понимаете? Так вот, я за что? За то, что не надо раздербанять. Ребят, коль скоро не стоит такой вопрос, раньше у нас стоял вопрос, Юрий Павлович Семен говорил, Володя, ты что? Ты что, Володя? Нам нужны футболисты, нам надо купить несколько футболистов, нам надо же в Лиге Чемпионов играть, Юрий Павлович привык, последние 20 лет, он на всех финалах Лиги Чемпионов, он же, ну кто это же, Юрий Павлович, он обязательно должен сидеть, он должен смотреть, я спрашивал, Юрий Павлович, а что вы туда ездите, что вы там хотите увидеть-то? Володя, ты не лезь, ты не профессионал, ты не понимаешь, я профессионал, выкомаривал, смотрел, не знаю, может быть действительно что-то видит, так вот я о чем? О том, чтобы, ну нет, сейчас необходимость, давайте создадим интересный чемпионат России по футболу, интересный, где действительно будет превалировать не деньги, а составляющим российских футболистов, кто где родился, кто где прижился, как получилась команда, но команда вдруг получилась, вы помните, два года назад неожиданно из говна, из говна получилась команда Химки, помните? Никто никак не мог понять, обыгрывает даже Спартак, понимаете, да еще как обыгрывает, смотришь, вроде Спартак выигрывает по счету, а поиграет, проигрывает явно, помните такой момент, да? Да. И ладно бы Спартак, там Зенит боялся, Зенит боялся, а до этого команда шла на последнем месте, вот у нас в чемпионате все время возникают вот такие странности, а эти странности, вкус к футболу, понимаете, появляются у болельщиков, почему? А потому что они не знают, с каким счетом закончится в счет, понимаете, ну, маловероятно, кто-либо предполагал, что Спартак проиграет, весь играет в ничью с Химками сейчас, да? Ну, Химки проигрывает всем с крупным счетом, вот, ну, поэтому Спартак пришел забивать голы, они забили пять, надо было десять забивать, тогда бы Спартак сказал, у нас не тридцать два гола, сколько там, или тридцать, у нас вообще рекорд, ну, какой черт у это рекорд, когда появляются такие команды, надо, я говорю, надо у этих команд отбирать очки, а давайте Спартаку за победу, там, четыре очка, если они больше пяти голов забивают, да? Ну, здесь вот просто надо думать о том, чтобы таких команд не было, которые бы, потому что это, это подчеркивает, что в нашей чемпионате есть прорехи, какие-то команды, которые могут столько пропустить. Владимир Викторович, вы о чем говорите? О том, что нужно лимит на легионеров заново вести, нужно, вот что, что нужно, там, какой-то финансовый файлплей, чтобы Зенит не давал контракты подобной героиню, чем 1,8 миллиона евро. Понимаете, Сережа, Сережа, я не сторонник вот таких вот кардинальных решений, а давайте вот введем, ну, во-первых, вы понимаете, у нас, мы с вами обсуждали вопрос Российского Футбольного Союза и РПЛ, да? Там сидят ждуны, знаете такое понятие? Да. Ждун, понимаете? Вот они все ждут, и не надо их исправлять, либо надо их, как в 37-м, отправлять, снег чистить в Сибирь, но это не наш подход, правильно вы говорили, Сережа, это не наш метод, понимаете, поэтому, Коскород не наш метод, они ждуны, будут сидеть и ждать, вы можете орать, что угодно, но они как сидели, так и будут ждать, на своих попах, зарплата идет, идет, чемпионат проходит, проходит, не хотят они ничего, поэтому, просто, мы наблюдатели с вами, наблюдатели, в этом наблюдении, вы с чего начали передачу? С того, что сказали, Владимир Николаевич, а вы не замечаете, сколько российских молодых футболистов играет? Да. Я поэтому говорю, положительный момент, положительный момент, он вопреки желаниям клубов возникает, у ЦСКА то травму получат, то тот, то тот, то тот, глядь, появились российские футболисты, правильно? Так ведь? Да. у такой-то команды, у такой-то команды, то это травму получил, тох-ток, вот она, у некоторых сменили тренера, и появились его какие-то ребята, молодые любимчики. Вот эта совокупность случайностей создает интересный чемпионат, там нет никакой науки, нет никаких правил, просто так складывается. И мы с вами пытаемся заметить, что в этой мозаике случайностей, положительного, и мы отмечаем положительное то, что играет много российских футболистов. Я все-таки вернусь к этому, ну просто вы говорите, что ну так вот, за все хорошее, а как сделать-то, ну вот что сделать-то, чтобы было больше русских, как бы, ну что, нужно... Еще больше? Да. Еще больше? В Зените, чтобы играли россияне. А, только в Зените. Ну что мы, в Зените написано, в Зените написано в скобках, не Петербург, а Рио-де-Жанейро. Поймите, вы к чему призываете? Вы призываете к тому, к чему призывал бывший президент Спартака? Можете пояснить? Он выступил после прошлого матча. Он сказал, теперь я вижу, как только в Зените не появляются бразильцы, либо их не становится так много, у Спартака появляется шанс выигрывать. Так. Вы к этому гнете? Вы, я собственно, вы к этому гнете. давайте разуем Зенит, заставим их сократить. Давайте вообще новый закон ведем. Не больше двух футболистов-бразильцев. Не больше. Вот, понимаете, вот по-честному. Пусть из других стран ищут. Создавайте искусственные препятствия. Ну хорошо, я понимаю, что... Это искусственно созданный тоже случай, когда появились в Зените футболисты. Вы понимаете, я к чему еще клонил по Зениту? Понимаете, обстановка, обстановка. Там, если вы вспомните 10-летней давности, обстановка, когда Андрей рулил, да? Да, в Зените. В Зените. Он же там, помните, он там, Власов, там, помогайте мне, там, Денисов, Быстров, они начали сказать, мы играем лучше, чем иностранцы. Иностранцы получают в два раза больше. Они начали рулить. У них восстание было. Вот у Зенита сейчас этого восстания нет. Русские футболисты молчат. Зайцы уши опустили. Понимаете? Тренер им говорит, ребят, знайте свое место. Вам платят? Сидите спокойно. И дышите. Нам сейчас вторая звезда. Вот, позарез нужна большая. Потому что, ну, надоело с одной звездой. Вот это и вот. Две звезды, как у Динамо. Понимаете? Надо. Надо на футболку. Понимаете? Поэтому там другой вопрос. Мы вот завоюем, потом подумаем, как дальше будут развиваться события. Если там военные действия будут еще дольше, тогда будем думать. Сейчас вот надо вторую звезду, чтобы капризов поменьше было. Так вот. Так сложилось у Зенита. Но я вижу, что вы давно заметили, и правильно заметили, если ограничить количество бразильцев в Зените, это единственный способ Спартаку занять первое место. Я правильно вас прочитал? Да, правильно. Ну вот, я на нее отвечаю. Там тоже не лохи сидят в Зените, и стараются. Как-то вопрос, я единственное, о чем хлопочу, и прошу Сергея, Богдановича. Богдановича, да. Чтобы он не брал из крылья советов лучшего футболиста команды крылья советов. К себе в команду и не сажал его на скамеечку запасных. Под большие деньги. Пусть этот парень вам подтирает нос, когда вы будете против него играть. Понимаете? Вот я бы хотел попросить руководителя. И Спартака, чтобы он не спешил покупать. Ведь тоже рвется, понимаешь? Рвутся. Они там еще и Ежову никак не купят. Понимаете? Но ходят вокруг него. Ну, что я вам могу ответить? А команда крылья советов, что? Раньше команда, лет 7-8 назад, там Чемизов Сергей Викторович был у них, руководил. Хотя мог как-то Сергею Викторовичу попасться на глаза, сказать, Сергей Викторович обратить. Хотя ему этот футбол одурело от затраты и тому подобное. Но тем не менее. Понимаете? А так вот, ну кто? Кто? Вы же видите, крылья советов раздербанивают. И сделать ничего нельзя. Поэтому я вам говорил, а вы говорите мне, вот что надо делать, что надо делать, что надо делать. Вот если в крыльях советов были деньги, там сказать, миллионов 10 евро, ну и сейчас доллары лучше, да? Если бы у них были деньги, они бы сказали, ребята, а зачем? У нас и так хорошо все. Ребят получают не хуже, чем у вас. Никуда они не хотят ехать. Так. А кое скоро не так, скоро то не так. Деньжонок не хватает, никто отказываться не будет. Если хорошо предложат, хорошие деньги дадут, да кто же удержится его не отдавать? Владимир Николаевич, ну еще одна тема, которая была. Давайте. Это все, что связано с высказыванием Александра Мостового по поводу Спартака 90-х. Он так пнул Спартак 90-х, сказал о том, что не понимает тех, кто хвастается чемпионствами в 90-х годах, потому что там играли с Владивостоком и сравнивать нельзя. Цитата тогда была совершенно другая, странно развалилась, не было ни футбола, ничего. Спартак просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду. Я не понимаю, когда люди хвастаются, я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против луча из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться. Вот такое высказывание Александра Мостового. Что вы о нем думаете? Ну, собственно, он меня не удивил. Он сказал просто правду. Футболисты московского Спартака 90-х годов об этом никогда не говорят. Но они все знают. Вы спросите об этом вашего любимца Карпина. Вы его спросите. Просто вам так прямолинейно не скажет. Но тогда спросите его друга, его друга, с которым они всегда в номере жили. Карпина, я имею в виду. С кем он там? Анопка? Да какой там Анопка? Ледяхов. Анопка вот. Вот именно Анопка не спрашивайте. Он тоже ничего не скажет. Просто ничего не скажет. За что его тренеры и любили. Тоже ничего никогда не говорил. Молчал и все. А вот этот футболист скажет все, как есть, про Спартак. Подойдите, возьмите у него интервью. Он вам расскажет, что из себя представляла команда Спартака. Собственно, что спрашивать, я вам, собственно, все рассказал сам в наших передачах, которые вы записывали по моей книге. Я вам про Спартак рассказал все. Я имел возможность в 90-х годах не только в Спартаке быть, и в других командах, и в Динамо, и в Локомотиве, и в Торпедо. Я не знаю, где я не был, чтобы не видеть в живую тренировки этих команд. Я видел, кто как тренируется. В Спартак мечтали очень многие попасть. Во-первых, больше, чем в Спартаке, нигде никто не платил. Да и денег просто не было. Не то, что не хотели, то не хотели.